Девчонки, всем привет! И в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как я держу себя в форме. Расскажу о своих таких принципах, которых я придерживаюсь при поддержании своего тела в хорошей форме. Итак, первый пункт – это пить много воды. Я никогда не придерживалась этого принципа, но с недавних пор начала. Первое время я заставляла себя пить, потому что вода – это невкусно, и те, кто воду не пьют, наверное, меня поймут. Но первое время себя, конечно, заставляла, сейчас я уже просто не представляю свою жизнь без воды. У меня всегда на прикроватной тумбочке стоит стакан воды. Раньше стоял обычный, такой, знаете, 200-граммовый, сейчас стоит 300-граммовый. Я пью, периодически иногда, когда просыпаюсь ночью, пью, утром всегда, перед тем, как встать с постели и пойти умываться, я выпиваю вот этот 300-граммовый стакан воды. И для меня сейчас это уже просто как идти умыться и почистить зубы, перед всеми этими процедурами выпить стакан воды. Это полезно, это хорошо, и чем больше вы пьете, тем больше хочется. Первое время, да, конечно, нужно себя заставлять, ну а потом, чем больше вы пьете, действительно, тем больше хочется, и вы начинаете пить все больше и больше воды. Про правильное и здоровое питание я сегодня говорить не буду, потому что я его не придерживаюсь совсем, я ем все, что хочется. Единственное, насчет питания я могу сказать, что ужинать я стараюсь овощами, ну, чем-то таким легким, и порции у меня довольно-таки маленькие. То есть не надо именно прям наедаться, что так, о, наелись, отвалились от стола. То есть порции должны быть адекватные вашему желудку, да, то есть еще давно какой-то умный человек сказал, что из-за стола нужно выходить с легким чувством голода. Так вот, это действительно так, и насыщение, оно приходит все равно чуть позже, поэтому порции должны быть небольшие и, в общем-то, такие достаточно адекватные. Следующий мой принцип – это движение. Движение – это жизнь, и я придерживаюсь принципа «делай хотя бы что-то». То есть очень многим лени, мне до определенного момента было лень ходить куда-то, заниматься каким-то спортом, но мы можем заниматься какими-то такими спортивными вещами, вести именно какую-то физическую активность, проявлять в повседневных условиях. Например, я живу на 10 этаже, и всегда весной, летом и осенью, ну, когда более-менее легкая одежда, я хожу пешком, поднимаюсь по лестнице до 10 этажа пешком. Первое время я задыхалась, я отдыхала каждые 3 этажа. Сейчас я поднимаюсь с 1 по 10 этаж вообще без остановки и довольно-таки быстрым шагом, то есть не плетусь по лестнице. Это также дело привычки, и спускаться по лестнице и подниматься по лестнице задействованы разные группы мышц, поэтому также полезно и спускаться вниз. Также, что еще мы можем делать в такой повседневной жизни? Буквально, когда вы смотрите сериал, смотрите YouTube, ну, вот что-то делаете такое, именно смотрите телевизор, вы можете, опять же, заниматься какой-то физической активностью. Например, приседать, например, выполнять растяжку. Например, я, когда смотрю сериал, я 10 раз приседаю, после этого начинаю тянуться. И тянусь именно не рывками какими-то, а я растягиваюсь постепенно, вот так вот именно, да, широко, сажусь широко, расставив ноги и начинаю наклоняться вперед. Делаю я это не на полу, а на кровати, мне так удобнее, мне так комфортнее, но тем не менее мышцы тянутся. При этом я сижу, смотрю сериал или смотрю ролики на YouTube, то есть я как бы не замечаю вот этого вот времени, потраченного, можно так сказать, на спорт. Еще один принцип, делай хотя бы что-то, чем вообще ничего. Лучше 5 раз буквально присесть, 3 раза поприседать, там 5 раз покачать пресс, чем вообще ничего не делать. Ну, думаю, вы со мной согласитесь, здесь главное начать. Если вы не можете много раз поднимать корпус, ну, поднимайте сколько можете, но хотя бы что-то. Это все лучше, чем ничего, чем лежать на диване и думать, а, там, у меня фигура не идеальная, ой, там, смотрите на картинки, смотреть фотки фитоняшек и, ну, грубо говоря, завидовать. Да, лучше делать хотя бы что-то. Также, например, дома мне очень нравится качать пресс, опять же, под сериал, под ролики на YouTube. Мне именно нравится сам процесс, я поднимаю корпус, я поднимаю ноги, то есть по-разному, по настроению. И я не убиваюсь, то есть я не засекаю время, там, все, у меня полчаса тренировка. Я буквально 2 захода по 30 раз поднимаю ноги или корпус, но делаю это стабильно через день. И, девчонки, действительно, вот прошло буквально, наверное, полтора месяца, у меня уже есть рельеф, появились кубики верхние и есть результат. При этом, я опять же повторюсь, я не убиваюсь, что так, все, 30 минут я тренируюсь, я прям потею, у меня спорт. Нет, все просто, обычно, не напрягаюсь, но, тем не менее, результат есть, поэтому лучше делать хотя бы что-то, чем совсем ничего. Следующий пункт, это выберите тот спорт, который вам действительно будет нравиться и приносить удовольствие. Я для себя выбрала танцы, я танцую латиноамериканские танцы, сальсу и бачату, хожу 3 раза в неделю, занимаюсь по часу. Мне это очень нравится, я получаю просто такое удовольствие от этого. И мне даже муж говорит, что у меня стала лучше осанка, у меня как-то фигура стала более, ну, рельефная, что ли, если можно так сказать. Я себе стала лучше чувствовать, то есть, вот, я нашла для себя спорт, который мне нравится, это танцы. Пробуйте и найдите для себя тот спорт, который нравится вам, может быть, это будет бег, может быть, это будет плавание, может быть, это будет спортзал. А может быть, это будут просто тренировки дома, которые будут вам приносить удовольствие, ну, и результат, конечно же, не заставит себя долго ждать. Еще один пункт, это форма. Выберите для себя красивую спортивную форму, которую вам хотелось бы одевать, хотелось бы носить и хотелось бы в ней заниматься. Это действительно важно, вы должны просто даже, одевая спортивную форму, чувствовать себя просто звездой и лететь на крыльях на ваше занятие, которое вы выбрали. Я считаю, это действительно важно, и подберите то, что вам будет подходить, то, что вам будет нравиться. Ну, и последний мой принцип, это не насиловать себя. Если мне не хочется сегодня делать растяжку или качать пресс, я этого не делаю, потому что, по моему мнению, спорт и вообще физическая активность в жизни, она должна быть в кайф. Вы должны наслаждаться этим, а если это происходит через силу, то, ну, это плохое настроение, это, возможно, меньше тех же подъемов корпуса. Да, при упражнениях на пресс, да. Ну, это нехорошо. И я считаю, что действительно занятия спортом должны приносить удовольствие и кайф. Поэтому, опять же, очень важно выбрать тот спорт, который будет вам нравиться, и очень важно выбрать форму, которая будет вам нравиться. Ну, вы уже понимаете, да, что эти принципы вытекают один из другого. Но это действительно важно, и я считаю, что наш организм гораздо умнее и мудрее, чем наш мозг, да. То есть умом мы понимаем, что да, надо пойти позаниматься. Ну, если вот лень, если не хочется, если ноги просто не идут, отказываются, ну, не надо себя насиловать, посидите этот день дома, сходите куда-то с друзьями, просто там путайтесь в плед, почитайте хорошую книгу. Значит, так надо, значит, сегодня надо заняться чем-то другим. И я не люблю разговаривать о фигуре в такой категории, что мы приводим свою фигуру в порядок к лету или к Новому году, или к дню рождения. Ну, потому что мне кажется это по меньшей мере как-то странно, приводить фигуру к норме именно к определенной дате, потому что всегда возникает вопрос, а что потом? Я считаю, что физическая активность должна присутствовать в нашей жизни постоянно и систематически. Вот это были все мои правила поддержания фигуры в норме, надеюсь, мое видео вам было полезно, интересно и мои советы кому-то из вас пригодятся. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!